Тоддс, пожалуйста. Вот справа премиальные бренды. Макосин и Тоддс. Сколько стоят? Чай в копейке. 6 тысяч. Суприм. Ой, божечки, смотрите, тут даже Суприм водятся. Штанишки. Суприм. Стоили 9, сейчас 3 700. Бренды свободны от цены. Интересно, их солнечные очки появились? Смотрят, джинсы, очки. Тысяча. Уже солнечные очки. Пау. Зелерис. Сужен 1299. Селиндион. У меня, кстати, очень много очков Селиндион. Покупала их на распродаже солнечных очков Селиндион. Тоже покупала их на распродаже фамилии. И цены просто смешные были. Буквально 300 рублей очки стоили. Сделаю вам обзор на очки Селиндион. Что у нас тут? Ух ты, какая прелесть. Такие хорошенькие. Сладенькие. Сейчас 7 900 рублей. Здесь также фамилия. Есть вот такой вот раздел с товарами для дома. С продуктами. Куда уж без продуктов-то. С косметикой. И вот такие вот тоже есть премиальные бренды. Одел с премиальными брендами. Ну что? Это у вас премиальные бренды. Gold Brands. Если во фрайсе это премиальные бренды, то фамилии носят название Gold Brands. Ох, смотрите, какая шляпка. Антонио Мурата. Мужская. Стоит 800 рублей. И с фамилией у меня много всяких вещей, конечно, таких. Даже иногда и лакшери вещей. Есть пиджак у меня. Juicy Couture. Вот, смотрите, сейчас, мне кажется, очень такие модные шляпы в этом сезоне. Вот такие вот 500 рублей есть такая шляпка с надписями. Это мешает, к сожалению, мой хвостик примерить. Но, по-моему, это очень даже неплохо. У меня неплохо, да, сказала. Я потянула, и вот эта вот штука отвалилась. Поэтому 500 рублей. Поэтому и стоит 500 рублей, потому что уже все отваливается. Сумочка 2800 рублей. Ну, это, я думаю, не кожа. Дермантенок. Дермантенок. Все тут в основном, мне кажется... Хотя я покупала сумку Аркадия. Ссылочку оставлю на видео. Вот тут рыбенчики. Вот, 3 500. Что у нас тут еще? Здесь уголь кладшик. Тут слухо отсвечивает. Суприм. Ой, божечки, смотрите, тут даже Суприм водятся. Штанишки. Суприм. Стоили 9, сейчас 3 700. Вот так вот можно фамилии найти. Вот как раз из разряда, как фамилии найти конфетку. Штаны Суприм. Ну, это мужское все. Мы с вами движемся. В женский отдел. Павел Александрович, я вас оставлю немножко, да? До женского отдела дойду. Так. Ну, вот эти вот штаны как раз Суприм были той самой конфеткой. Были той самой конфеткой. Вот это же Gold Brands. Что тут у нас по мужским ботиночкам? Что тут, что тут? Я не скажу. Я, кстати, тут один раз видела макосины TOTS в районе 10 тысяч. Вот, а, кстати, смотрите, TOTS, пожалуйста. Вот, справа, с премиальной бренды. Макосины TOTS. Сколько стоит? Вообще, копейки 6 тысяч. Какие макосинчики за 6 тысяч TOTS. Да, ландеряга такой разверт. Пойдемте Павел Санычу покажем. Ну, он просто скажет, что это говно. И он этого не понимает. Ну, макосины TOTS. За 6 тысяч. Павел Саныч, смотри, какие я макосины TOTS нашла. Смотри. TOTS. Сейчас, смотри, 6 тысяч TOTS и макосины. Ну, ужасные какие-то. Это TOTS. Это что? Как они могут быть ужасными? Обыкновенные. Он же сказал, что он этого не поймет. Но, тем не менее, смотрите, кто любит марку TOTS. Размер я тут не вижу какой. Девятка, что ли? Вот, размер девятка. 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. Еще минус 7 процентов, если в понедельник придете. Кедики. Сприт, кстати. Кедики из сприт. Очень классные. Они из кожи, интересно. 05. Классные кеды. Жалко, что у нее сроковой. Почему у нее сроковой? Сприт. Класс, класс, класс. Смотрите, какие кедики я себе нашла. Ну, это что-то, мне кажется, это не натуральная кожа. Но он выглядит просто за такую цену, вполне стильно. Кедики я не могу понять. В принципе, сприт – это хорошая марка. И прикольные кеды. Единственное, если они из кожи заменителя, то нога не будет дышать. Все, а так вообще классные. Классные, классные, классные. Вот чем у нас? 1700. А мне такие есть. Но я покупала дороже. Очень, кстати, удобные. Кедики, кроссовочки. Перфорация, не дышать. Вот здесь такие кеды и сприт. Кедики и сприт. А, вот цена. 1500. К сожалению, вот не пишут в состав. Не пишут в состав. Но вот эти, я думаю, не кожи. Вот эти, возможно, и кожаные. Вот эти я возьму с собой. Так, смотрите, красотки какие. 1500. Биобоксеры. Булли, биобоксеры. Но это не кожа. Кочется кожаный. Очень классный. Но у меня что-то такое ощущение, что... Не из кожи, не. Не из кожи. Так. О, ботинки. Классные. Классные. А, вот такие у меня, кстати. Кедики есть. Вот такие у меня, кстати, кедики есть. И покупала я их значительно дороже в Асберисе. Наверное, тысяча за две с половиной. А здесь 1700, да еще скидку вам дадут. И они очень классные, с перфорацией дышат. Вот тут сейчас пацаны скажут, что это вообще зашибись. Какие спадрили удобные. 1300 рублей Esprit. Вот движемся к одежке. А мы их одежки с вами движемся с премиальными брендами. Тоже они пока делены. Эти премиальные бренды. Сейчас мы по этим премиальным брендам пройдемся. Пописано. Голд брендс. Очень много джинсиков. Но здесь, конечно, все так ужасно навешано, что ничего не нужно посмотреть. Это джинс. 2300. Может быть, джинсы очень. Дизель джинсы. Тяжело искать. Сколько у нас джинсы? Дизель 2000. Сроковой размер. Вот здесь вот цирковой размер. Полностью такая стоечка с джинсами. Так, а чтобы что-то вот найти тут, конечно, платье какое-то. Я эту марку не знаю. Но, судя по цене, для фамилии, да. Что-то такое недешевое. Плащик вот такой вот. Размер. Тоже, наверное, 42. Плащик, 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 плащик. Urban Look. Что это плащик стоишь? Вообще, 300... А, это футболка. Я чуть не тут подцепила. Думать по себе. Ах, вот он, плащик. 3000. Джинсы, джинсы. Плащик, платьишко вот такое вот. Вера Мода. Ну, я бы не сказала, что Вера Мода это премиальный бренд. Но, зато цена. 400 рублей. Ну, ткань абсолютно не дышащая. Не апрент, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь. Дисигуаль. Такая вот кофточка. 1000 есть. Джинсы, джинсы. Что-то тоже Дисигуаль. Ну, тут как-то вообще вот в перемешку и зимние, и летние. Вообще, ничего не найдешь. Мне очень много, кстати, премиальных вещей, условно-премиальных брендов, да, из которых я покупала фамилии в свое время. Как раз только открывалось это направление с премиальными брендами. Блестюн. Блестюн, блестюн. Дизель. Ну, я. Вот цена. Блестюна. 1600. Раньше в этих премиальных брендах как-то можно было покопаться. Все было вполне, вполне, вполне таки, можно было вот это все разобрать, как-то подойти удобно к одежке. А сейчас это все вот так вот кучей, что летние вещи, что зимние, одним навалом. И поэтому сейчас, конечно, эти премиальные бренды рыскать фамилии стало очень-очень тяжело. Ну, вот смотрите, какая диссюгаль джинсовочка. 1800. Я чувствую, я сегодня как раз нагуляюсь по всему этому. И Масима Дути, смотрите-ка. Пальто. Сколько стоит? Я нагуляюсь, я по этому магазину. 6 тысяч фальто. И душ просто отведу. Это у нас 50-й размер. Поэтому я немножко его быстренько пройду. Что это у нас такое? Не знаю, такую марку. Пеппо джинс. Такая вот с подплечниками, сейчас очень модная. маечки с плечами такими, с подплечниками стоят всего всего 600 рублей. Я бы взяла, но размер размер 50 XL. Тут очень модные пофточки с подплечниками. Ой, дерматенка здесь какая-то косуха за 5 тысяч. Вот. 48-го размер. Так. Что-то я хочу сказать, что раньше премиальные бренды, что в фамилии, что что в прайсе, я уже заговариваюсь, можно было сыскать очень неплохие вещи качественные. И они стоили, правда, очень-очень недорого. Вот. Это Патриция Пеппе. Дорогая домарка. У меня есть Патриция Плак, потрясающий пиджак, юбку. Здесь же фамилии покупала. Ну, понятно, цена, смотри, смешная. 400 рублей, но она все зацеплена. Юбку и брюки, ой, и юбку, и потрясающе красивый пиджак я покупала тут же, да, я покупала той же фамилии, но стоила там порядка пиджак двух с половиной тысяч, да, для топа пиджака по 30 Пеппе, это было недорого в свое время. Вот, кстати, хорошие брючки, очень модные, 600 рублей, просто что размер, может быть, взять небольшую попу, я возьму, померить, что за марка, Стефанель, кстати, дорогая марка, немецкая, качественная, Стефанель, Стефанель, по-моему, это немецкая марка Стефанель, вот приятно, да, вот отрыть что-то такое-такое красивое и дешевое, когда это для Сигуэля охота за бренды, потому что смотрите-ка, сколько? А, 500 рублей? Нешло, 500 рублей, Масима Дути, кофточка, 1300, такая вот размахаечка, тресмахаечка, трусарди, такой вот плащик розовый, трусарди, 4,500, так, это у нас что такое? Ну, мои любимые кофточки, Масима Дути с открытыми плечиками, так, почем, бесценно, так, уже мне тяжело ковыряться, копаться, конечно, фактически мы уже движемся к окончанию этого рейла, 2500, такая вот, здесь уголь, ну что я взяла, что я тут взяла, мне надо вернуться за своими кроссовками, где я их тут поставила, все их уже не уволокли, показать их Павлу Александровичу, а чем на тележку нужна, вот здесь уже, блин, только я сказала, мне флешка нужна, ее уже раз и уволокли, вот у нас, кстати, можно померить, но расстояние вот такие, с такими табличками, видите, через одну примерочную, я тут померила я эти брючки, Стефанель, и оказалось, что я в них нифига не влезла, нифига я в них не влезла, поэтому все, мы приходим домой заклеиваем рот. Карточку возьми. На. Полсаныч, у нас столько с покупками. Угу. Угу.